Привет! Это разбор книги под номером 338. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. В этом подкасте тебя ждет 7 выводов. Очень странный, как по мне, эксперимент. Но перед выводами давай с тобой по бухте. В чем заключается эксперимент? Если ты давно у меня на подкасте, то обратил внимание, что у меня книги чередуются. Это психология, бизнес, маркетинг, продажи и что-то около тематики саморазвития. А здесь же, ну не маркетинг, ну не продажи. Это совершенно удивительная книга. Она маленькая, она подозрительная, я бы даже сказал, маленькая. То есть если книги, которые обычно читают 200-300 страниц, то здесь книжка умещается в 50 страниц. И я сделал себе своеобразный вызов, поставил его. Поскольку это рассказ, то мне хотелось найти такие выводы, которые кардинальнейшим образом позволяют пересмотреть свои жизненные установки, провести параллели, потому что речь пройдет про чайки, ну параллели, собственно, с человеком, и попытаться пересмотреть те ментальные блоки, которые у меня в голове были. И как вообще с ними работать потом впоследствии. Так что я пытался на этих коротюсеньких страницах находить золото. И этим золотом я с тобой поделюсь. Эта книга бесспорно входит там в какой-то список топ лучших книг. Она написана весьма давно. В общем, эксперимент начался. Я не любитель читать паралля, я не профессиональный актер дубляжа, так что я тебя предупредил. Моя задача – дать ценность. И эта ценность тебя ждет в этих ближайших семи выводов. Все? Все. Переходим к луду номер один. А, ну и некоторые выводы будут обидные. Прям обидные. Большинство человек не утруждают себя излишними знаниями о полете. Им вполне достаточно он научиться летать от берега до пищи и обратно. Для большинства человек главное не полет, а еда. Для этой же чайки главное заключалось не в еде, а в самом полете. Больше всего на свете чайка по имени Джонатан Ливингстон любил летать. Подобный образ мысли, как выяснилось, не сулил ему большой популярности. Даже его родители не очень-то одобряли то, что Джонатан целыми днями летал один сотни раз, повторяя свои эксперименты с планированием на малых высотах. Я буду проводить параллели с людьми. И что-то мне тут напоминает, что большинство человек в основном учатся летать от берега до пищи и обратно. Большинство людей предпочитает ходить до работы и обратно. Ходить в знакомые бары, дружить с теми друзьями, с которыми они знакомы со школьных времен, тусоваться там, где они привыкли, в общем, заниматься тем, что не вызывает какого-то ржения. Все в комфорте. И здесь никакого роста нет. А что если в один прекрасный момент ты посмотришь на то, что один из своих процессов, в данном случае речь идет о чайке, о полете, может быть, не знаю, ходьбу. Вот ты посмотришь, что ходить можно иначе. Это тоже может быть своеобразным искусством. Вот монахи, например, у них есть одна из практик, когда они очень медленно-медленно идут и наблюдают за каждым своим движением, как тело их ведет, как нога у них поднимается и ступня опускается на пол. Обращайте внимание на свои ощущения. Может быть, конечно, для кого-то это покажется утопией, типа, эй, вообще-то мне надо деньги зарабатывать, семью кормить, кредиты оплачивать. Я не спорю. Я просто, ну вот, даю маленький повод задуматься. Вывод номер два. Джонатан послушно кивнул и несколько дней старался вести себя, как и все. Он честно старался, с криком кружил в стае вокруг пирсов и рыбацких баркасов, сражаясь за кусочки хлеба и рыбы. Но у него ничего не получилось. Все это совершенно бессмысленно, думал он, нарочно уронив треску, доставшую ему с большим трудом. Ее тут же подхватила старая голодная чайка, гнавшаяся за ним. Все это выброшено на ветер время, а мог бы учиться летать. А мне так много еще надо узнать. И вскоре чайка Джонатан снова в одиночестве парил вдали от берегов счастливый, голодный, постигающий неизведанное. Теперь он изучал скорость, и за неделю узнал о ней больше, чем самая быстрая чайка на свете. Вывод про то, что даже если мы по тем или иным обстоятельствам вынуждены работать на нелюбимой работе, такое бывает, кстати говоря, ну вот бывает, да, или продолжать отношения с нелюбимым партнером, тоже бывает, то самая главная наша вещь, которую мы должны держать в голове, это момент переосмысления. Вот ты ходишь на работу, и ты начинаешь размышлять, а что тебе конкретно мне не нравится, а что бы ты хотел видеть в своей будущей работе, чтобы точно тебя вдохновляло, давало тебе какую-то мотивацию двигаться по совершенствованию своих способностей. В общем, ты должен рефлексировать, смотреть на это с точки зрения, а что, если я буду действовать иначе. Вот, собственно, и всё. Как и Джонатан, ты можешь порхать, блин, про хлеб и рыбу, конечно, говорится, не очень правильная такая благородная параллель, но всё-таки ты можешь просто присмотреться, что тебе не нравится, а потом хлопнуть по столу кулаком и подумать, а что же стоит изменить. Вывод номер три. Когда он пришёл в себя, солнце уже давным-давно село, и тело его тихонько сколизнуло по лодному свету, разлитому на поверхности океана. Сейчас меня тут начнут разлитому. Измученные крылья казались отлитыми из свинца, но ещё тяжелее была горечь поражения. «Хорошо бы, чтобы меня утянуло на дно, и мучения мои закончились», – вяло подумал он. Он сильнее погрузился в воду, и тут в его голове гулко зазвучал незнакомый голос. Другого выхода нет. «Ну что поделаешь? Я чайка, и я ограничен тем, что дала мне природа. Если бы мне суждено было узнать о полёте больше, чем другим, у меня в голове был бы компьютер. Если бы мне суждено было летать быстрее, у меня были бы короткие крылья, как у сокола, и я бы ел мышей, а не рыбу. Мой отец был прав. Я должен выбросить из головы все эти глупости. Я должен лететь в стаю и смириться с собой таким, какой я есть. Бедный, ограниченный чайкой». Голос затих, и Джонатан согласился с ним. Ночью чайки место на берегу. И он поклялся, что с этого момента он будет обычной чайкой. От этого всем будет лучше. Сначала коснёмся концовочки. Типа, всем будет от этого лучше. Во-первых, всем плевать на всех. Каждый в большей степени озабочен своей собственной персоной, за редким исключением ещё половым партнёром. Ну, в смысле, женой, мужем, детьми, родителями. А всё остальное – это уже даже не третестепенно. Так вот, ты можешь заниматься чем твоей душе угодно. Во-вторых, тут речь идёт про внутренний голос. И этот внутренний голос может быть такой здоровенной падлой. И эта падла будет тебе говорить то, что хочет говорить он. Да? И если ты будешь слушать этот голос и воспринимать это как веру, ну, типа, ну да, этот внутренний голос что-то знает, то ждёт тебя неуспех, как сказал магистр Йода. Да? Такой последовательности. Мне, кстати, почему-то в момент, когда я читал этот вывод, вспомнился другой интересный лайфхак, приём. Представь, что, ну, здесь речь же идёт про внутреннего критика. Тебе нужно, ну, поработать немножко через фантазию и представь, что твой внутренний критик выглядит как какой-то нелепый персонаж из диснеевского мультика. Вот знаешь, такой злодей, но нелепый. Такой вот вроде бы что-то из себя строит, но в то же время выглядит безобидным. Вот как, как же этот был? Фильм-то назывался «Виме». Нет, не вспомню. Короче, если я вспомню, я тебе скажу. В общем, твой внутренний критик должен выглядеть несуразно, нелепо, а твоя группа поддержки, это должна выглядеть внутренняя, естественно, поддержка. Она должна выглядеть серьёзно, как команда мстителей, супергероев, которые будут тебя подбатривать и говорить, что ты слушаешь этого внутреннего критика? Ну, вообще, кто? Вот номер четыре. Спускайся. Чайки не летают в темноте, и если бы ты был создан для ночных полётов, у тебя были бы глаза совы, а в голове компьютер, и крылья короткие, как у сокола. И тут, летящий в ночи на высоте ста футов, Джонат Ливинстон неожиданно зажмурился. Мигом исчезла боль. Забылись недавние клятвы. Короткие крылья, как у сокола. Да вот же она, разгадка, каким же я был дураком. Малюсенькое крыло. Мне надо сложить крылья и лететь на одних кончиках. Короткие крылья. Он поднялся на две тысячи футов на чёрной глади моря, и, не раздумывая ни секунды о неудаче или смерти, прижал крылья к телу и выставил наружу лишь их острые кончики. Ринулся в пике. Ветер ревел в ушах. 70 миль в час. 90, 100, 20 и ещё быстрее. Сейчас на скорости 140 миль в час. Напряжение на крыльях было намного слабее, чем прежде, на 70. Лишь чуть-чуть повернув кончик крыльев, он вышел из пике. И словно живой снаряд пронёсся над волнами, освещенной луной. Прищурившись, чтобы ветер не так держал глаза, он ликовал. 140 миль в час. И под контролем. А если начать в пике не с двух, а с пяти тысяч футов? Интересно, какой скорость я... Недавние клятвы были забыты. Их унесло встречным ветром. Он не чувствовал вины за то, что нарушил свои обещания. Следовать ему могут лишь чайки, признающие незыблемость обыденной жизни. Тому же, кто в поисках знаний прикоснулся к совершенству, такие клятвы ни к чему. Обрати внимание, тут два вывода скрыто. Во-первых, если ты себе когда-то дал свои обещания, что надо действовать так, а не иначе, или считаешь, что я кремень, я же слово пацана дал, то знай, что самому себе ты можешь идти на своеобразные компромиссы, если они идут во благо. То есть вот предыдущим выводом Джонатан сказал, что мне нужно быть обычной чайкой. А когда он переосмыслил какие-то вещи в своей жизни, он понял, что фигня это все. Надо точно менять стратегию, нужно точно менять свою внутреннюю философию. То есть менять что-то в своей жизни, даже если ты поклялся всем, себе, кому угодно, нормально меняться. Нормально абсолютно. Не важно, кто подумает. Ну скажут, ты переобулся, балабул или еще что-то. Поливать. Это первый вывод. Второй вывод. Он, ну, Чайка Джонатан, часто приводит параллель с соколом. Обратите внимание, что тоже можно проводить, ну если на земной лад говорить, можно проводить параллель с богатыми людьми. Вот ему удается, там, тому миллионеру удается, или миллиардеру, потому что у него есть такие способности. Ну в данном случае Чайка говорил, что у орла короткие крылья. А мы можем говорить, вот миллиардеру удается, потому что у него такой характер. Какой такой характер? И тут можно копнуть. И тут ты начинаешь изучать разную биографию, начинаешь ей баловаться, как порнушки-подростки. И вдруг ты обнаруживаешь, что что за характер у этого человека? Может быть, настойчивость? Может быть, вера в свои собственные силы вопреки всему? Может быть, в хорошем смысле помутнение рассудки в сложные периоды жизни? Может быть, даже какая-то слабоумие, отвага? Это должно быть что угодно. И это что угодно можно примагнитить в свою собственную жизнь. Главное просто изучить этих людей. Конечно, они все разные. Конечно, у них тоже есть свои минусы, и это абсолютно нормально. Но поизучай. И просто пойми, что если ты вешаешь на кого-то ярлык успеха, но не удосуживаешься узнать, а что сам ты для себя подразумеваешь под этим ярлыком, то как же ты можешь стать этим человеком? Ну, или похоже на него, то есть на такую своеобразную ролевую модель. Вот он такой, потому что ему везет. Родители помогли. Или он там в свое время в нужном месте оказался. Это же бред. Ну, бред просто. Это такие отговорки, которые вообще не особо серьезные. Вот номер пять. Чайка Джонатан Ливингстон, повторил старейшина, встать в центр позора, так, чтобы тебя увидели товарищи по стае. Его словно поленом по голове ударили. Колени задрожали, перья обвисли. Зашумели в голове. В центр позора? Не может быть. А победа? Они просто не понимают. Они ошиблись, ошиблись. За его вопиющая безответственность тянула нараспев торжественный голос. Подрывающий честь и традиции семи чаек. Ненавижу читать по ролям, но читаю дальше. Приказ стать центр позора означал, что он будет изгнан из общества. Отправлен в пожизненосылку на дальние утесы. Когда-нибудь? Чайка Джонатан Ливингстон, ты узнаешь, что безответственность ничего хорошего не приносит. Жизнь непонятна и не наступна нашему пониманию. Известно лишь то, что нас выпустили в этот мир, чтобы мы ели и старались прожить как можно дольше. На совете стаи провинившаяся чайка должна молчать. Но Джонатан молчать не хотел. Безответственность? Братья мои! Скрикнул он. Кто же берет на себя большую ответственность, чем чайка, нашедшая высший смысл жизни и следующая ему? Тысячи лет мы знали лишь борьбу за рыбий головы, но теперь у нас появился смысл жизни. Учиться новому, делать открытия, стать свободными. Дайте мне один только шанс показать вам то, чему я научился. Казалось, стая была высечена из камня. Закон братства нарушен. Не, запели чайки, не так. Закон братства нарушен, наверное, так лучше похоже. Запели чайки разом, дружно заткнули уши и повернулись к нему спиной. Чайка Джонатан доживал свой век в уединении. Но мир его вовсе не ограничивался дальними утесками. Его печалило не одиночество, а то, что другие чайки не захотели поверить в красоту полета, которая готова была им открыться. Но прозреть они не пожелали. Речь про старейшин, да, это вот своеобразные мудрецы. Мы считаем, что кто-то обязательно умнее нас, мудрее, прозорливее, дальновиднее и так далее. И они мудрецы. Вот они-то точно знают, как правильно жить. Безусловно, в каких-то вещах эти люди могут и знать что-то. Ну, типа опыт, да, вот. Кстати, вот вспомнил на Кавказе, там очень сильно развита культура, когда уважение к старшим, оно остается по сей день. Это у нас, например, молодые тиктокеры могут деду факт показать, и им плевать. Собственно, я не говорю про всех, но в целом. А к чему это? К тому, что что-то нафиг я это сказал вообще, что за ерунда. Ну, короче, старейшины, не нужно считать, что кто-то должен знать лучше тебя, как тебе жить. Но в то же время не нужно в розовых очках находиться и считать себя самоуверенным, считать себя гением и считать, что ты во всем прав. Тут какая-то должна быть своеобразная золотая середина. И эта золотая середина, она придет тоже только через мудрость. Вот ты смотришь и анализируешь, как ты себя чувствуешь. Хорошо, плохо? Если хорошо, то значит, что ты делаешь правильно. Ну, только не надо путать, знаешь, вот это хорошее, такой дешевый кайф. Да? Можно там... Блин, что-то про наркотики хотел сказать, но это вообще не в тему будет. В общем, все должно быть экологично, полезно. Если ты чувствуешь отклик, то значит, ты делаешь все правильно. И даже пусть тебе кто-то говорит, ну так неверно уходить с университета с первого курса. Это же нестабильно, да? Вот эту вот песенку всем известную. Так, короче, если кому-то уже из этих выводов что-то стало полезное, интересное, он почувствовал отклик, ну, значит, лайк поставь. Вот, пожалуйста. Я так пойму, скольким людям я уже помог. Просто лайк. Вывод номер шесть. Он перешел в горизонтальный полет и некоторое время летел молча. Ну ладно, наконец, молвил он. Кто вы такие? Мы из твоей стаи, Джонтон. Мы твои братья. Голос был спокойным и сильным. Мы пришли, чтобы забрать тебя наверх, забрать тебя домой. Дома у меня нет, из стаи у меня нет. Я изгнанник. И летели мы сейчас на верхней границе великого горного ветра. Еще несколько сотен футов и выше я уже не смогу поднять свое старое тело. Можешь, Джонатан. Ведь ты уже научился. Одна школа закончилась. Пришла пора начинать учиться заново. То, что освещало всю его жизнь, в этот момент ослепительно вспыхнуло. И Джонатан Ливингстон наконец понял. Они были правы. Он мог подняться выше. И пора было отправляться домой. В последний раз он взглянул на небо, окинул взором прекрасную серебристую землю, на которой он многому успел научиться. Я готов, сказал он. И чайка по имени Джонатан Ливингстон полетел ввысь за этими птицами, сверкающими словно звезды. И они растаяли в ночном небе. Этот вывод будет лаконичным. Нам на определенном периоде времени нужны люди, которые скажут, что мы можем. Но эти люди должны быть особенными. То есть, если кто-то тебе, сосед по подъезду сказал. Леха, Леха, вот у тебя все получится. На, держи краба, вообще все. Не думай ни о чем, иди к цели. Вперед, короче, да, вот как бизнес-тренер. Вот так не сработает. Но если в то же время ты сам уже на каком-то этапе личного саморазвития застрял, топчешься, у тебя там стеклянный потолок. Не можешь ты его разбить. И вот здесь уместно подбодрить слова, которые будут исходить из тех людей, которые уже на следующем этапе. Они выше. И вот если они тебе это скажут, все, ты прозреешь. Ты просто взлетишь в космос. Потому что это слова тех людей, которые уже там оказались. И они знают. Они могут посмотреть на это со стороны и сказать, да, тебе надо здесь подкрутить, тут подкрутить, тут подшаманить. И все будет чики-пуки. И вывод номер 7. Бля, у меня спина отваливается. Я сижу на корточках, записываю. День за днем, начиная еще до рассвета и заканчивая далеко за полночь, Джонтон упорно работал над собой. Но несмотря на все его усилия, у него перышко не сдвинулся с места. Забудь о вере, раз за разом повторял Чьянг. Для того, чтобы летать, тебе нужна не вера, а понимание полета. И здесь то же самое. Попробуй еще раз. И вот однажды, когда Джонтон, как всегда, пытался сосредоточиться, встал на берегу с закрытыми глазами. Он вдруг понял, о чем ему так долго говорил Чьянг. Да это же истинная правда. Я и есть совершенная чайка, не знающая пределов и ограничений. Его охватила буйная радость. Отлично, сказал Чьянг. И в его голосе звучала победа. А, про что вывод? Кто догадается в комментариях, напишите. Я глотну пока водичку. Вот как ты думаешь, про что вообще вывод этот? Вывод про то, что очень много банальных вещей, которые в одно ухо влетают, а в другое ухо вылетают. И на определенном этапе развития они нам непонятны, неизвестны. Эти слова не задерживаются в нашем сознании. Они проскочили. Но если ты готов услышать, не послушать, что тебе скажут, а услышать, то тогда может по щелчку все измениться. Поэтому очень правильно в определенные периоды пересматривать умные фильмы, перечитывать великие книги, переслушивать тоже великие аудиокниги, слушать подкасты мои в том числе, потому что вот сейчас, например, ты что-то не услышишь. А потом бац, через два года, та же самая информация будет иметь совершенно другой эффект в твоей жизни. Так что welcome, welcome в новую информацию. Пропускаю через собственный опыт. Если ты почувствуешь отклик, то это просто, это все меняет. Вот знаешь, раньше, это как бы конец, но я тебе расскажу короткую историю. Сяду на курточке, правда. Раньше, когда я ходил, я не был таким большим ходоком в разные тренинговые центры. Я там за свою жизнь, наверное, четыре раза ходил. И первый раз я, наверное, пошел в лет двадцать. Прихожу, и такая вот у меня установка была. Ну, давай, ну, давай, удиви меня. Чем больше выводов я получу, тем лучше. Если не получу, ну, все, ну, ну, шелота, ну, вот так. То есть такая была установка. Меня должны были удивить. И, соответственно, выводов должно было быть много. А сейчас я понимаю, что даже один крохотный вывод, один-один, вот с какого-нибудь семинара, с какой-нибудь книги, если он реально дойдет до цели, то есть до действия, до привычки, он вообще все может поменять. Я вот вообще сейчас не преувеличиваю. Один маленький вывод, который ты довел до действия, а потом перевел в привычку, он все меняет. Вообще все, 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 все. Вдумайся. Ну-ка, эхо получится. Все, 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 все. Не, все, 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 все. Вот такое вот эхо получилось у меня без обработки. Ладно, я обнял поцел... А, подожди, призыв. Короче, если тебе нужны такие книги, а такие книги еще есть, по-моему, «Где мой сыр», он тоже художественная книга, ну, с элементами саморазвития, то, пожалуйста, дай мне не знать, 500 комментариев. Вот сейчас у меня скоро татуировку надо делать, 500 комментариев, 500 комментариев. Клянчу постоянно, цыган, ялки-палки. Короче, 500 комментариев собираем, и я подобные книги буду чаще пускать в разборчики. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Лайк, кто его видел, если не увидел, точно заплакал. Услышимся в следующем разборе. Пока.